Первая точка маршрута – парк имени Фрунзе. Его благоустройство планируют завершить в 2022 году. Но уже сейчас это комфортное место для отдыха. Уложены пешеходные дорожки, выполнено озеленение. Появилась и площадка для сдачи нормативов ГТО. На территории парка также расположены дом культуры, стадион и братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. К ней губернатор возложил цветы. Работы по благоустройству проходят и на площади по улице Советской. Раньше здесь была дорога, теперь прогулочная зона. На площади уложили тротуарную плитку. Также установят светильники, проведут озеленение и построят фонтан. Окончание работ у нас запланировано 30 сентября нынешнего года. Подрядчик зарекомендовал себя как добросовестный. Он уже не один проект на территории Курской области выполнил. Также Роман Старовойт пообщался с местными жителями. От них наиболее острые вопросы. В поселке Глушково нет очистных сооружений, а на строительство не хватает денег. По изготовлению проекта с методом документации в пределах 5-6 миллионов. Вот если у меня бюджет до 20, вот вы сами понимаете, как это все сложно. Вот это просьба жителей нашего поселка. Понимаю, что эти 5-6 миллионов, может быть 7 миллионов рублей на проект, это неподъемно для районного центра. Здесь я, Павел Михайлович, к вам обращаюсь. Вот по-партнерски. Вам оказать со стороны района содействие на разработку поезды. А моя задача будет на этот проект уже найти деньги. Затронули тему реконструкции районных домов культуры и строительства дорог. Новое дорожное полотно появится в селах Званые и Кобылки. Еще одна просьба – спортивный комплекс в поселке Теткино. В данном поселке, к сожалению, отсутствует спортивный комплекс или спортивная школа. А молодежи там достаточно много, население, 5000 жителей. И Роман Владимирович пообещал в дальнейшей перспективе, в ближайшей, помочь решить данный вопрос. Спортивный комплекс планируют построить по аналогичному проекту ФОКа в Престинском районе. Виктория Шуваева, Семен Ковтанюк. События дня.